здравствуйте уважаемые зрители только выложил в интернет вот такой стримерочек как сразу друг попросил говорит да простой да хорошо а чтоб говорит еще попроще но еще попроще я вроде бы как в шутку сказал тебе шо еще из ниток связать ну как он ответил а что слабо но я не спорю потому что не люблю спорить но попробуем с вами сейчас изготовить стример из ниток в качестве основного материала для тела я буду использовать вот обыкновенная вот такая синтетическая нитка которая у нас используется для шпагатов продается в бобинах ценности большой не представляет и на рынке в неограниченном количестве поэтому давайте с вами попробуем я взял офсетный крючок чтобы можно было использовать наш стример в определенных условиях рыбалки и не переживать за то что он зацепится я буду изготавливать его для ловли щуки судака сумма но и окунь если попадется поэтому огрузку я сделал келевую добавил здесь свинца промотал хорошо и добавил небольшой кусочек вольфрама средний вес моей приманочки составляет где-то порядка 8 граммов что приемлемо для наших глубин единственное что в качестве хвостика я не хочу использовать любую другую нить акриловую или еще какую-либо я буду использовать кусочек меха писца крепить мы его будем так чтобы у нас все элементы располагались вверх как бы черепицей обволакиваем обводим делим наш мех на жале и немножечко проматываем чтобы вышла вот такая конструкция теперь я беру также щепоточку белого меха писца желательно чем длиннее он будет тем лучше потому что для судака важная игра хвостиком поэтому в народе козлиные оборотки очень пользуются популярностью и укладывают также поделив пополам здесь же на место красного меха и крепим притяжной петлей подхватили поделили пополам развели мех для лучшей привлекательности стримера я добавлю немножечко люрекса потому что в дальнейшем тело мы будем подстригать люрекс нет смысла добавлять потому что его не будет видно вот я взял щепоточку люрекса голографического плоского вы можете добавить елочную мишуру как вам будет удобно то что блестящие элементы какие есть такие добавляйте скажу по своему опыту приманка убивается быстрее чем качественный товар из которого вы свяжете или материалы приходят в негодность поэтому пробуйте экспериментируйте добавим еще чем больше мы добавим тем будет лучше но пределах разумного для того чтобы мех мне дальше не мешал в работе я обычно всегда беру вот так подхватывая его обыкновенным карандашом клеем подхватил немножко и у меня весь материал находит можно прищепкой как удобно будет вам ну я уже так привык делаю так заодно и вижу как у меня что можно исправить хвостики а что нет теперь я беру промазываю хорошо клеем цевьё нашего крючка и делаю даббинговую петлю постараемся за один раз все тело обмотать вот я изготовил даббинговую петлю порезал на вот такие кусочки искусственные свои пряжу эту и теперь буду закладывать строго так чтобы она у меня находилась по середочке чередуем белый черный белый черный так чтобы вышел у нас окунь я хочу окуня а вы как как вам будут удобно как захотите и поочередно укладываем всю нашу пряжу закрываем плотно нашу даббинговую петлю возьмем иголочку даббинговую и разровняем теперь равномерно нашу эту искусственную нитку так чтобы она у нас ровненько без комков что очень важно лежала можно из проволоки на досточке это как-то я в интернете буду показывать готовлю фильм по применению разных своих тут самоделок и я вам покажу как можно просто на досточке очень быстро из проволоки из чего угодно изготовить хорошие даббинговые веревочки и начинаем скручивать нашу подготовленную пряжу обязательно следите чтобы не было комков отводить все в сторону потом будет нам несколько сложно подстригать если будут у нас комки и теперь крепим все здесь же у колечка остатки отрезаем как вы видите у нас вышла вот такая несуразная конструкция я уже немножко пробовал изготавливать я беру расческу ножницы и начинаю выстригать тело встретимся после того когда я придам телу форму вот мы и изготовили с вами немножко странную но я так думаю уловистую приманку если бы не телевая часть нашей огрузки и овсетника можно было бы по симпатичный вырезать мордашку как вы видите даже не пришлось не подкрашивать не раскрашивать но за исключением только лишь красную сделал здесь мордашечку я приклеил глазки глазки мы тоже можем изготовить сами как это я уже рассказывал своих фильмах остальное все можно заменить любыми материалами какие вы только сможете использовать я понимаю что чистота нахлыста это серьезно но когда наши дедушки ловили рыбу для того чтобы прокормить семью они не думали о том что они нахлыстовики карпятники самятники они шли и добывали себе для пропитания ну а мы сейчас ходим на рыбалку ради удовольствия поэтому я считаю какую вы приманочку для себя изобретете придумаете сделаете и она будет ловить рыбу это в 300 раз радостнее чем то что кто-то скажет вот взял и сделал это из тряпок спасибо за внимание жду ваших комментариев до новых встреч